В студии Анна Лапшина, здравствуйте. У микрофона Ольга Болезина. Меня зовут Мария Кожев, не проводи этой новостью. Очевидцы. Очевидцы. Десять лет в Кирове. Десять лет в Кирове. 12.06 в Кирове. Всем здравствуйте. В студии Ольга Болезина. Добрый день. Хотя я, наверное, в дне раз здороваюсь десяток раз на наших волнах. Ну, это прямой эфир, это программа, новая наша программа, юбилейный проект к десятилетию радиостанции «Эхо Москвы» в Кирове. Меня зовут Анна Лапшина. В ближайшие полгода, каждые две недели, эта программа очевидцы «Десять лет в Кирове» будет звучать в нашем эфире, естественно, появится на нашем сайте. Те, кто не успеет что-то услышать, могут переслушать, в том числе о каких-то событиях вспомнить. Это такая машина времени, которую мы сегодня запускаем. Каждый эфир – это год из жизни нашей радиостанции, из жизни нашего города. Мы будем вспоминать самые значимые события людей, которые работали на нашей радиостанции, людей, которые бывали в гостях в нашей студии. Будем вспоминать те программы и проекты, которые сейчас уже история, но которые очень много дали Кирову. Потому что за эти десять лет, конечно, очень многое изменилось. Сам город, политический ландшафт – это такой естественный процесс. И мы с Ольгой взялись за этот проект, потому что мы на «Эхо Москвы» в Кирове фактически с момента основания. И мы такие проводники для тех людей, которые, может быть, что-то забыли, а что-то помнят. Помнят и знают об «Эхо» некоторые даже больше, чем мы с Ольгой. И сегодня как раз такой случай. Мы представляем первого гостя нашей программы. Это Роман Данилин, генеральный директор группы компании «Инмедиа» в нашей студии. Роман, добрый день. Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день, да. И сегодня мы путешествуем на 10 или даже на 11 лет назад, то есть самый старт проекта 2009-2010 годы. Я бы попросила Романа немножко, прежде чем мы начнем говорить о радио, напомнить нашим слушателям, что вообще в Кирове в это время происходило, каким был город. Это был первый год работы Никиты Белых в Кировской области. Ну или почти второй, да, как мы выяснили. С начала девятого он у нас работал. Это было прекрасное время. С одной стороны, сложное. С другой стороны, это было время ожидания перемен. Потому что, наверное, ни для кого не секрет, годы правления до этого предыдущего губернатора Николая Ивановича Шаклеина, это были годы достаточно такой жесткой, консервативной, государственной риторики. Это, ну, все мы понимаем, там, прошлое, да, Николай Иванович, он был заместителем генерального прокурора страны. Соответственно, никуда от, как сказать-то, своей сути и своей предыдущей работы ты не денешься и не уйдешь. И эти методы так или иначе в то время распространялись в регионе с точки зрения управления Кировской областью, с точки зрения, там, отношения к гражданским инициативам, там, к политической конкуренции и так далее. Приход Белых был, конечно, для всех очень неожидан. Это была какая-то бомбическая история. Либерал, демократ, лидер Союза правых сил на Красный регион. Опять же, всегда там Кировская область, даже во времена борьбы политической Ельцина-Зюганова входила в красный пояс. Да, Сергеенков не был членом КПРФ, был членом КПСС, но все прекрасно там понимали и относили его к губернатору левоцентристского толка. И в нашей области всегда были сильны левые электоральные настроения. И вот когда назначили там Никиту Медведев, Никиту Юрьевича, ну, конечно, был шок у всех. И у населения, и у элит, и у средств массовой информации, у бизнеса. Я могу сказать, как на эту историю отреагировали в Москве, когда только пришло сообщение по информационным агентствам. Мы тогда звонили кому-то из московских политологов и попросили комментарий. Он сказал, подождите, я упал с дивана. Да, нет, но это на самом деле. Нет, но на самом деле, да, федеральная фигура, по-моему, тогда это еще была достаточно новая практика. Да, тогда это, наверное, вот такие первые были. Еще и варяг. Первые назначения, да, как бы, ну, повторюсь, никакое иное слово не идет в голову. Это была бомбическая история, и, конечно, регион взорвался от такой новости, которая произошла. Я прямо не говорю там в хорошем смысле или в плохом, просто это был определенный там взрыв и определенные ожидания на там реформы, на изменения там и так далее. И вот на волне вот этих вот перемен, неожиданности этой, появляется идея открыть в городе Кирове радиостанцию «Эхо Москвы». Открыть, прежде всего, как площадку для разговора, для представительства разных сил, политических бизнес-сил, да. Ну, это вот, ну, фактически такое место, где эти люди могут встречаться. И потом на протяжении многих лет мы это здесь у нас в студии наблюдаем, когда одни приходят на эфир, им на смену приходят другие люди. Это люди совершенно разные там, да, разные идеи там, исповедующие разных там каких-то сил придерживающиеся. То есть они тут друг с другом здороваются, да, обсуждают какие-то важные вопросы. То есть вот это вот про это было, да? Да, это было примерно, наверное, про это. Тут видите, какая история еще, что вот в том периоде времени в Кирове практически не существовало общественно-политического СМИ. Я сейчас не говорю даже там про радио, а вообще про общественно-политическое СМИ. То есть РНТ-медиахолдинг изначально позиционировал себя как коммерческая независимая структура. То есть они создавали там на самом деле хорошие, клевые медиапроекты, но они никогда не лезли в политику. Никогда. Рядский наблюдатель. Значит, и в том числе вот у нас недавно прошла встреча с представителем РНТ Светланой Сомовой. То есть она мне и в текущем дне подтвердила эту там историю, что мы там никуда не лезем. Значит, далее. Печатный рынок тогда был представлен. Печатные СМИ, конечно, шире. Сейчас это все там сузилось. Остались только самые сильные игроки. Телеканалы так или иначе, да, представляли интересы определенных финансово-промышленных групп. Мы их знаем. За каким телеканалом там кто стоит, условно говоря. Но вот политической дискуссии не было. Да, Ольга правильно абсолютно подметила. Единственный проект, который можно назвать политическим, но чисто политическим в то время, это «Вятский наблюдатель». Но, опять же, «Вятский наблюдатель» — это не общественно-политический продукт в классическом виде. «Вятский наблюдатель» был трибуной Бачинина, главного редактора, безусловного профессионала своего дела, который остро-хлестко со своей командой журналистов, которые были тогда, значит, в первую очередь всех и все критиковал. То есть там не было дискуссий. Не дискуссий. Там была критика абсолютно всех и каждого. Губернатора, мэра, министра, чиновника, бизнесмена, олигарха, общественного деятеля и так далее. Вот это такой был продукт. Я не говорю, что он был плохой. Да, на самом деле это был очень, наверное, интересный проект. И ведь я немножко напомню историю Бачинина. Он ведь баллотировался в мэры, если вы помните. А «Вятский наблюдатель» в какое-то время был не газетой, которую покупали в ларьках Роспечати, или можно было подписываться. Они даже увеличили тираж под выборы до 50 или 70 тысяч, и наблюдатель ходил по почтовым ящикам. Не знаю, помните вы это или нет. Я вот не помню. У Бачинина были политические амбиции. То есть он реально баллотировался на должность первого гордоначальника Кирова. Поэтому, отвечая на вопрос Анны, возвращаясь в то время, мы тогда хотели, Илья Владимирович Рычков, Царствие Небесное, Николай Аркадьевич, Чупраков, я, занять вот эту свободную нишу и создать такое СМИ, в котором была бы возможна вот эта общественно-политическая дискуссия, политическая конкуренция. Вот, опять же, там Анна правильно очень отметила. Люди меняются, меняются региональные власти, городские власти, меняются финансовые, промышленные расклады, коммерческие расклады. Но остается до сих пор един принцип «Эхо Москвы», который мы смогли все эти 10 лет сохранить и удержать, что в студии «Эхо» встречаются самые непримиримые оппоненты. У нас всегда в эфирах есть и представители государственной повестки, и представители оппозиции, и представители тех или иных конкурирующих, назовем это так, кланов, семей, групп влияния и так далее. Что было это тогда, 10 лет назад, при Никите Белых, что это и сейчас при Игоре Владимировичу Васильеве, мы этот принцип важнейший, наверное, суть «Эхо» мы сохранили. Я этим очень горжусь. Мы сейчас сделаем паузу на 20 секунд буквально, и после этого я человеку, уже упомянутого романом, комментарий попрошу нашего звукорежиссера поставить. То есть это такой небольшой, очень короткий комментарий от очевидц этих событий, от соучредителя радиостанции «Эхо Москва» в Кирове Николая Чупракова. Программа «Очевидцы. 10 лет в Кирове» сегодня первый выпуск. Мы с Ольгой Близиной в этой студии на правах людей, которые погружают вас в повестку десятилетней давности. И с нами в гостях Роман Данилин, генеральный директор группы компании «Инмедиа». Мы сегодня вспоминаем 2009-2010 год, старт радиостанции «Эхо Москва» в Кирове. Сейчас звукорежиссеру попрошу поставить в комментарий соучредителя радиостанции «Эхо Москва» в Кирове на тот момент Николая Чупракова. Очень коротенький. Николай Аркадьевич вспоминает, почему именно «Эхо». Мы в то время продавали «Маяк», уже команда была сложена. И не в последнюю очередь сыграло, что Никита Юрьевич работал в «Эхо Москвы». Мы подумали, что и это нам поможет. И когда выбрали «Эхо Москвы», созвонились со столицей, нам дали добро без всякой протекции со стороны Никиты Юрьевича. Ну и когда нужна была поддержка губернатора, он положительное письмо у нас написал. Нужно было письмо от ЗАГСобрания, от губернатора, от полупредства. Все нас поддержали. Участвовал ли кто-то вместе с вами в конкурсе параллельно на эту частоту из кировских других ресурсов? Те, кто представлял медиа в Кирове, все участвовали. Помимо кировских были еще и нижегородские какие-то команды. Какие проекты они хотели вместо «Эхо»? Что хотели они сделать? На «Эхо Москвы», на «Федеральное» ездили, знакомились, как у них там все устроено, смотрели, как у них в студии все оборудовано. Было такое? Это было после того, как мы выиграли. Все нам они показали, рассказали, помощь пообещали в дальнейшем. Но мы сами справились. Насколько дорого вообще открыть радиостанцию? Во сколько это обошлось? И привлекались ли какие-то партнерские ресурсы? Может быть, какие-то заемные средства? Или своими средствами постарались обойтись? Нет, были только свои деньги, партнерские. Они привлекались, сами справились. Но уже не помню, честно, давно было. А не боялись? Вот все-таки «Эхо Москвы» не самая такая безопасная радиостанция. Всегда воспринималась, как некая оппозиционная СМИ. Никто ничего не боялся. И радиостанция вещала на всю страну. Москву слушали, и никакой там опасности не было. Организационными вопросами всеми и курировался Илья Владимирович Личков. Источник бизнес-новости, это все уже открывалось параллельно. Все идеи, особенно в газетах, в журналах, это были все со стороны Ильи Владимировича. И он курировался и развивал. Вот такой короткий комментарий. Николай Чупраков, напомню, соучредитель радиостанции «Эхо Москвы» в Кирове. Николай Аркадьевич сразу несколько векторов нам задал своим комментариям, о которых мы можем говорить. Но, во-первых, то, что он говорит о поддержке Никиты Юрьевича, я напоминаю нашим слушателям, что до прихода в Кировскую область Никита Белых, помимо своей работы на политической арене в качестве председателя партии СПС, был еще и радиоведущим. Была программа спортивная, по-моему, которую он вел на федеральном «Эхо Москвы», а потом, когда он уже работал здесь, появилась программа «Дневник губернатора». И отрывки из этой программы мы тоже обязательно послушаем, когда будем вспоминать последующие наши годы. То, что говорит Николай Аркадьевич о поддержке со стороны Никиты Белых, со стороны законодательного собрания, это такая обычная роман-практика, когда перед участием в конкурсе на чистоту берутся какие-то письма поддержки от представителей власти в том числе, которые говорят, что мы заинтересованы в появлении такого СМИ в нашем регионе. — Да, совершенно верно. Там, значит, процедура какая? В Москве, в Роскомнадзоре собирается экспертная комиссия, которая состоит из... по-разному, в зависимости от количества людей, кто точно присутствует, кто-то не приходит. Где-то человек 12-15, вот если я не ошибаюсь, было в тот год. Есть федеральные представители от центра и представители от региона. То есть они конкретно еще и голосуют по нему писем. Представители от правительства регионального, от полупредства, соответственно, от ГФИ, и от законодательного органа власти, то есть от ЗАГС-собрания, от УЗС. Но сразу говорю, что поддержка даже всех региональных, условно говоря, структур власти, совершенно не означает победы на конкурсе. Потому что если там членов комиссии 12 и трое проголосовали там за ЭХО, а у федералов свои мысли, цели, свои планы, этого недостаточно, чтобы выиграть чистоту. Вот. В тот год, да, так получилось, что, ну, тут, безусловно, была воля там, как бы, Никиты Юрьевича. Он был заинтересован в том, чтобы ЭХО звучало в Кирове. И тут, наверное, автоматом, как бы, и ГФИ, и ЗАГС-собрания тоже поддержали. Эти письма были на самом деле. Заинтересован в том, чтобы появилась площадка для диалога. Да, 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 да. Ну, вот он был такой, как бы, и, да, для него это, безусловно, было важно. А не пугал предыдущий опыт захода ЭХО в Киров? Ведь был еще... Ликтор Баженов, да, когда-то на заре там 90-х, 2000-х ЭХО, по-моему, заводил, и какое-то время вещал, но непродолжительное. Да, непродолжительное время. Вот, вы знаете, я тут, наверное, к вопросу вернусь личности Ильи Владимировича Рычкова. Там не просто мой там партнер и работодатель на каком-то этапе времени. Это был мой очень хороший друг, и даже немножко сложно вспоминать это время. Вот его... психологически сложно. Его отличала такая черта, и люди меня поймут, которые с ним знакомы, характера, как человек-революционер, борец. И вот он бесстрашный очень был человек. Если были опасения у команды, если были опасения у меня в том числе, то Илья слепо верил в то, что ЭХО Москвы в Кирове состоится, реализуется. И все остальные уже опасения, которые были вокруг, ну, как-то они вот девальвировались под его вот этой вот харизмой и волей, и настроем, что там, ребят, всё будет хорошо, он Сатак говорил. У нас всё получится. У нас всё получится, да. Вот. И здесь и коммерческие должно было получиться, и, мне кажется, ещё в то время, поскольку не было какого-то опыта вот о дискуссии, чиновники ведь тогда были все закрыты, чем-то наполнять эфир... Не был никто готов, наверное, к моему диалогу. Да, о чём мы будем рассказывать, наверное, такие тоже вопросы. Безусловно, безусловно, платформа была как бы, ну, условно говоря, никакая, кроме накопленных нашей компанией в то время радиокомпетенций. Вот то, что Николай Аркадьевич сказал в эфире, здесь была группа, значит, коллег, ребят, которые занимались профессионально продажами рекламы на Маяк-ФМ. То есть на информационной радиостанции. Да, на информационной радиостанции. То есть у нас была фирма ООО «Интермедиа», она сейчас существует, в которой был заключен договор с ВГТРК, значит, об эксклюзивном праве продажи рекламы. И этот опыт был достаточно успешный. То есть неплохо-то работала команда в то время. Её возглавлял Александр Булах. И вот кроме вот этой, так сказать, накопленной компетенции, больше-то ничего не было. Рынок, безусловно, был не готов. Все привыкли в то время к тому, что СМИ должно быть, куда платят деньги, я имею в виду, масштабным, объёмным, рейтинговым, музыкальным. И это касалось абсолютно всех типов СМИ. И если это газета, то это там источник или про город. Если это радио, то там Мария, Европа. Если это телеканал, то самый рейтинговый телеканал. А тут общественно-политическое радио. Очень правильно Ольга мысль озвучила только что. А готовность вообще спикеров-то, да, и журналистов к такой работе тоже была нулевая абсолютно. Потому что я даже, знаете, там хочу вспомнить первые эфиры. Немножко не по повестке сейчас пойду. каждый второй перед эфиром замахивал рюмку коньяка по 50 грамм. Кто-то даже по 100 грамм. Мы не рекламируем сейчас. И мы не наливаем так. Да, не рекламируем и наливаем. Но как бы вот так вот было. Люди реально боялись. Я не буду сейчас рассказывать примеры конкретных политиков, очень крупных сегодня. Но это просто будет не очень этично. для того, чтобы хоть как-то язык вот расшевелить, да, и чтобы люди смогли что-то сказать в эфире, мы садили в студии ростовые куклы. То есть настоящие ростовые куклы, которые должны вызвать, были какую-то расслабленную эмоцию, которые должны вызвать там смех, раскрепощение, чтобы человек что-то начал говорить. То есть вплоть до такого. Но ничего. Как бы со временем мы обросли, назовем это так, постоянной клиентурой спикеров, да. Базой, большой базой, да. И вместе с ростом эха росли и наши спикеры. Там первый эфир, условно говоря, тоже моего хорошего приятеля, товарища Дмитрия Михайловича русских, это был один эфир. Спокойно, тихонечко, коротко, уклончиво. И сейчас. То есть когда его там заводишь в студию, то, что он говорит, ну это мегавзрыв там, да, эмоции, рассуждений, аргументации. И вот так вот росли вместе с эхо очень-очень-очень многие наши герои и ведущие, и спикеры, и эксперты и так далее. А вообще вот сейчас, когда говорят о политиках, и упоминают то, что это закрытый человек, не медийный, это уже, ну, скажем так, не в плюс ему идёт. И, возможно, вот здесь какая-то наша заслуга тоже, потому что разговаривать с людьми, выходить вот куда-то в поля, это... Это хороший опыт. А, безусловно. Вы знаете, Техов всегда выполняла и выполняет все эти годы важнейшую социальную функцию. Мы там, а, открываем людей, Б, мы раскрываем информацию важнейшую, которая там мало где, значит, проходит. Мы задаём часто неудобные вопросы, вопросы под другим углом. То есть это не какая-то классически построенная джинса, где ты там родился, где отучился, и сколько у тебя детей. Это вопрос совершенно иного порядка. И, конечно, тем самым эхо выполняет ещё важнейшую функцию, вот как раз детонатора общественно-политической дискуссии. Я не говорю, что аудитория эхо это вот какой-то огромнейший масштаб, и нас слушают сотни тысяч. Конечно, нет. Но нас слушает та аудитория, лидеры мнений, в первую очередь, которые после этого ретранслируют информацию, полученную на эхо, на весь город. Вот эту функцию мы выполняем. Мы формируем в чём-то информационную повестку. И это очень здорово. И потом уже вот эти наши поводы из эфиров, из программ, из передач потихонечку репостами, постами расходятся по всем остальным средствам масс информации нашего региона. Это важнейшая функция, это важнейшая задача эхо Москвы, которую мы 10 лет, как мне кажется, достойно выполняем. Я всё-таки вернусь к началу и к основанию радиостанции. 9-10 год. Мы, когда слушали комментарий Николая Чупракова, он говорил про то, сколько, точнее так, он не мог вспомнить, сколько средств понадобилось, но сказал, что обошлись своими средствами, не привлекали партнёрские, не привлекали инвестиции. Это тоже очень важный момент, который, конечно же, надо, наверное, прояснить в чём-то, потому что открыть разговорную радиостанцию, наверное, не дешёвое удовольствие. Удовольствие абсолютно не дешёвое. Открыть любую радиостанцию разговорную, наверное, ещё сложнее. Если говорить про порядок цифр, я его помню. Это примерно 5-6 миллионов было потрачено на стартапе проекта. Из них львиная доля, как профессионалы это поймут меня, это госпошлина. То есть, вот мы когда, значит, выиграли несколько лет назад звезду, вторую радиостанцию, чистоту, вот госпошлина по звезде составляла, если не ошибаюсь, 2 миллиона 200. Это просто платёж государству. Когда мы выиграли эхо, чистоту с эхо, там был платёж поменьше, но он был примерно такого же порядка, может быть, 1500-1800, но около 2 миллионов. Поэтому вот львиная эта доля уходит ещё на вот эту вот госпошлину значительную. Конечно, затраты на студийное оборудование, оно очень дорогое. Много затрат идёт на согласовательные процессы, проектная документация, значит, одну бумажку заверить, другую бумажку заверить. Бюрократической волокиты очень много, чтобы запустить частоту. Вот мы звезду смогли запустить, наверное, через 2,5 года, как выиграли частоту. Это огромный срок. Эхо тогда было проще. Тогда запустили быстрее, вот от момента получения конкурса до момента первого эфира. Гораздо быстрее тогда сделали. Меньше было вот этой вот волокит. Вот, естественно, нужны были деньги, пока не было дохода на обеспечение зарплатного фонда. Когда не было рекламы, людям же нужно было платить заработную плату. Естественно, налоги, естественно, аренда и так далее. Вот, поэтому примерно на стартапе мы вложили тогда, Николай Аркач и Илья Владимирович, 5-6 миллионов, и примерно еще полтора миллиона ушло вложений в первые два года работы для поддержания операционного бюджета. Мы сейчас прерываемся на рекламу. Реклама – это то, что приносит радиостанции деньги. И вернемся через полторы минуты. Программа «Очевидцы. 10 лет в Кирове» снова в эфире. В нашей студии напоминаю, Роман Данилин, генеральный директор группы компании «Инмедиа», Ольга Балезина, моя коллега, наш главный редактор. Мы вспоминаем сегодня 9-10 год. Это старт радиостанции «Эхо Москвы в Кирове». Программа наша – такое путешествие во времени. Мы погружаться будем каждые две недели в разные события, которые на протяжении последних 10 лет происходили, потому что «Эхо Москвы в Кирове» в этом году исполняется 10 лет. Реклама – двигатель фактически всего, что возможно. Об этом я сказала перед уходом на рекламную паузу. И вот этот вопрос, он тоже на протяжении всего существования «Эхо Москвы в Кирове» поднимается. Неужели вы живете только на деньги от продажи рекламы, спрашивают нас и спикеры, и слушатели, и даже коллеги. Разные есть мнения про то, что «Эхо Москвы в Кирове» спонсирует, естественно, какие-то государственные возможности, структуры. И есть совершенно противоположные. Вам платит Госдеп. Это так? Мне этот вопрос тоже часто задавали и за эти 10 лет наших побед каждый год точно так или иначе этот вопрос проходит. Это не так. Сразу могу ответственно сказать абсолютно не так. Всегда «Эхо Москвы» жило только на два канала дохода, на два источника дохода. Первое – это внутренние рекламные доходы. Это та, соответственно, реклама в том или ином виде, которая выходит на «Эхо Москвы» на портале «Эхо Москвы» радиостанции, на портале «Эхо Кирова» с Микировград. И второй канал дохода – это инвестиции и заемные средства собственника, либо предприятий группы компаний «Медиа», в которые входит «Эхо Москвы». Были сложные периоды и времена, потому что «Эхо Москвы» на самом деле дорогой проект. Рекламного объема очень мало. Аудитория не массовая. Аудитория, повторюсь, либо элитарная, либо лидеры мнений и так далее. Затратная база высокая. То есть, условно говоря, там все понимают экономику музыкальной радиостанции. Посадил одного диджея, одного новостника – все. Как бы все. «Эхо Москвы» у нас только там… Музыкальная радиостанция, ретранслятора. Ретранслятора, да. Собственные проекты подороже немного. У нас только в творческо-производственном блоке «Эхо» порядка десяти человек. Это я имею в виду редактора, журналисты, ведущие, звукорежиссеры, операторы и так далее. Плюс внештатники, плюс коммерческая служба, плюс управленцы, потому что мы же еще занимаемся и порталом «Эхо» в рамках вот этого зонтика, и продажами звезды, «ФМ» радиостанций. И, естественно, в какие-то периоды, когда рекламных объемов было недостаточно, мы это датировали. Значит, из средств собственника, либо из средств других предприятий холдинга, инмедиа. Но в целом могу ответственно заявить, что с первого года, даже как бизнес, ну, спустя год-полтора, как, условно говоря, там, ну, не то что бизнес, бизнесом нельзя «Эхо» назвать, как самоокупаемый рентабельный проект «Эхо Москвы» состоялся. И если эти дотации и были в те или иные сложные периоды, эти периоды давно позади. Вот если говорить про сегодняшний день, «Эхо Москвы» полностью как проект живет на свои оборотные средства. Полностью. Все зарплаты, которые там вовремя платятся, все налоги, все платежи «РАО», «АИС», «ОРТПЦ» и так далее, там тоже ведь огромные суммы за вышки, за право вещания. Я уж даже вот умалчиваю про эту строчку расходов. Лицензионные сборы, вот эти вот две структуры, «РАО», «АИС». Мы платим постоянные деньги за то, что у нас по лицензии, если не ошибаюсь, там один или два процента музыки, которые, не знаю, когда мы вставляем, возможно, ночью. Так вот мы даже за этот один процент платим очень приличные деньги. Только потому, что мы вещаем на той частоте, за которую мы сами же заплатили государству. То есть государство вот так-то собирает со всех сторон с нас ту или иную как бы дань. Государство у нас не содержит. Нет. Иные структуры, противные государства у нас не содержат. Я в Москве скажу, из-за в целом предприятия, группы компаний, «Инмедиа», «Источник новостей», «Бизнес новости», «Первый источник портал», доля дохода в общей структуре государства, и под этим, я понимаю, все государство, это и правительство, и законсобрание, Гурдума, мэрия, там муниципальная, региональная власть, составляет не более 5% от общего дохода. Не более 5% в месяц. Причем это контракты, выигранные на конкурсы? Не просто деньги, которые идут из бюджета, вот, нать вам. Да, безусловно. Ну, как бы, я тоже секреты открывать не буду. Я думаю, что очень многие это знают, и политики, и депутаты, принимающие бюджет законодательного собрания, и коллеги по цеху. Суммы, например, которые заходили раньше государственных денег в телеканалы, и сейчас тоже, это принципиально иные суммы, это миллионы были. У нас там на эхо, я не знаю, там 100 тысяч в год, это мы как бы радовались, если мы такой контракт выиграли, там, или 150. А телевизионные тендеры, которые были от правительства, от ЗАГС собраний, от городских властей, на телеканалы, я повторюсь, это был порядок миллионный. Некоторые медиа структуры вообще не занимались практически коммерцией, они сидели на самоносах и на государственных деньгах. И в этом плане я очень горжусь, что у нас и не было от этих денег, мы не избалованы. Мы научились сами строить сильные коммерческие отделы, мы своими ножками ходили, протаптывали город, договаривались, просили на каком-то этапе, не потому, что это выгодно с точки зрения коммерческого предложения, а мы даже по программе помощи обращались, поддержите нас в этом этапе, на старте еще что-то, мы сможем вас отблагодарить, мы будем вам полезны, когда-то мы вам пригодимся. И вы знаете, очень многие люди поддержали и тогда, 10 лет назад, и поддерживают сейчас. Это, кстати, важная история о том, каким образом набирать тех людей, которые смогут убедить других людей, поддержать радиостанцию, поддержать новый проект, если мы говорим про старт радиостанции, поддержать проект, который давно существует. Кадровая политика, у нас не так много времени остается, это важный вопрос. Как набирают людей? Как на ЭХО набирают людей? Тех людей, которые продают рекламу на ЭХО. Это люди с горящими глазами. Обязательно ли это люди, погруженные в проекты, которым нравится этот продукт, именно информационное радио? Вы знаете, команда ЭХО, мне очень сложно ее описать. То есть набрать вообще медиакоманду в любой другой проект, это одно, и это можно как-то систематизировать и обосновать. Но люди, которые, как сказать-то, приживаются на ЭХО, это люди совершенно другой породы, это какие-то другие люди. В чем-то, я там без обиды скажу, в хорошем смысле, в чем-то это люди немножко сумасшедшие. Это относится и к коммерческой службе, и к управленческому аппарату, и к редакции, безусловно. Потому что продавать ЭХО Москвы, это не по кальке работать. Это не просто возьмите, условно говоря, 10 роликов по 15 секунд, но тебя просто пошлют из кабинета. Это совершенно другой уровень должен быть восприятие медиапродукта. любви к этому проекту. И вот только, наверное, люди, влюбленные в ЭХО, люди с достаточно высокой интеллектуальной базой, люди с определенным уже опытом, мудростью жизненной, на ЭХО приживаются и растут, повышают свой профессионализм, и у них получается. Мы людей разной породы, так сказать, перепробовали. Были вот такие системные суперадминистраторы, еще что-то, были там совсем зеленые ребята, были какие-то маститые гуру, да, там, как, например, Елена Овчинникова, или еще что-то. Но все-таки сердце команды, ЭХО, оно сформировано, сформировано давно, эти люди работают, они продолжают работать, и всех их отличают, повторюсь, одно, это люди немного сумасшедшие, это люди, влюбленные в радиобизнес, влюбленные в ЭХО Москвы, это люди с широкой внутренней повесткой, готовые сражаться и бороться за вот какую-то свою идеологию, за журналистские принципы, и за ЭХО Москвы, и за всех нас. Мы этих людей обязательно вспомним, в наших следующих программах мы их привлекать будем к участию в эфирах, да, и будем вспоминать вместе с ними те события, которые в Кирове были. Я хотела у Романа еще вот что спросить, а были, Роман, периоды, когда рассматривалась, может быть, вероятность отказаться от ЭХО? Ну вот, в какой-то момент, по разным причинам. Были сложные периоды, в том числе и в Кировской области, там и политические какие-то вещи, я так понимаю, что и кризисы были те, которые вот общероссийские, там даже общемировые, когда финансовая ситуация была не очень, может быть, стабильна, да, может быть, поменять на музыкальную радиостанцию. Зачем нам вот эти риски все и финансовые, и политические? Вот, вы знаете, из-за, наверное, политических рисков к этой истории там я не подходил, но из-за экономической, коммерческой составляющей на каком-то этапе времени, года 3-4 назад, я бы не то, чтобы вот подошел к этой там составляющей, да, но был близок к ней, поставить этот вопрос на обсуждение перед самим собой, но не поставил. Это вот какая-то была такая вот, может быть, от сложности накопленная эмоция, но не пошла эта идея дальше в моей голове, не пошла. Поэтому, там, отвечая на вопрос, там, конкретно, нет, не обсуждали, не прорабатывали смену федерального партнера и 10 лет назад при запуске, и 5 лет назад, и в сегодняшнем не. Мы эхо ценим, любим, видим в нем очень большую, положительную роль для холдинга и для нашего региона, поэтому такой вопрос на повестке не стоял и не стоит и не будет стоять. 10 лет эхо Москвы в Кирове, очевидцы, 10 лет в Кирове, это наша программа, юбилейный проект, мы вспоминаем каждые 2 недели происходящие в Кирове на протяжении последних лет события, с которыми вместе эхо Москвы, с которыми вместе мы все, наши коллеги, и те, кто работает сейчас, и те, кто сейчас занимается другими проектами. Спасибо большое Роману Данилину, генеральному директору группы компании Минмедиа, погрузил нас в события 10-летней давности, мы с Ольгой Близиной на этом прощаемся и встретимся через 2 недели. До свидания. До свидания. Очевидцы 10 лет в Кирове Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин